Всем привет дорогие друзья! Надеюсь по названию видео вы уже догадались о чем оно будет. Да, и сегодня речь пойдет про мой штраф. Пожалуйста, перед началом ролика поставьте ему лайк и потом напишите в комментарии ответ на тот вопрос, который я вам задам. Надеюсь их будет не один или не два, а даже очень много. К вам, ребята, и к вам, к тем, кто все это придумал. Итак, слушайте, сегодня я ехал по своим делам на троллейбусе. Только я не ехал на нем, понимаете? А как это назвать? Я просто залез в эту консервную банку, которая набита рыбой, то есть людьми, просто до отказа, понимаете? Там было стоять, возможно я стоял вот так вот-вот, втюхался туда раз и стоял. Окей, не было ни контролера, не было ни кондуктора, никого. Просто была тьма людей, очень много людей. Подождите, я, чтобы успокоиться, чтобы меня не бомбило, я сейчас приклею себе какую-то сердечко. Приклею себе. Вот. Все. Так гораздо лучше. Я надеюсь, что я так буду спокойнее. Извините, да, меня действительно бомбит. Итак, слушайте, когда я зашел в этот троллейбус, я точнее залез в него, ехал по делам, у меня с собой были посылки, которые нужно было отправить, и нужно было выйти на определенные остановки. Не было, еще раз повторюсь, ни от того, кто подает билеты, никого. И в итоге, за пару остановок до той, которой мне нужно было выходить, заходят контролеры, я их даже не заметил, которые проверяют оплату билета. Подходят ко мне, они зашли в ту же дверь, где и я был. Буду рассказывать без этого сердечка. Надеюсь, вы поняли, что я буду и так спокоен. Зашли эти контролеры, и давай начинать меня спрашивать, где мой билет, где... Со мной сидел, кстати, рядом парень, у которого тоже не было билета, но о нем я расскажу чуть-чуть попозже. Я говорю, билета нету, да, действительно готовы платить штраф. Они говорят, давай деньги, потом мы тебе дадим штраф, вот такую квитанцию, о которой я тоже скоро расскажу. 160 гривен. Дело не в деньгах, понимаете, дело в том, в самой ситуации. Они говорят, кондукторы не должны за тобой бегать, давать тебе эти билеты продавать. И, кстати, у меня был с собой билет, я просто не знал, что его нужно закомпосировать, понимаете. Рядом не было ни компоста, ничего. Но это уже мои проблемы, что я не знал и все остальное. Просто давайте поговорим на чистоту. Кто за то, что в транспорте нашем просто невозможно ехать? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Кто считает, что в этом транспорте просто невозможно ехать? Это отвратительно. Да лучше заплатить за такси и поехать, куда тебе нужно, чем ездить на этом транспорте. В этой маршрутке тоже я ехал потом. Да это же просто жесть. Ты заходишь вот так вот, держишься за этот поручень, если у тебя получается. Все кричат, все с перегаром. Да это просто ужасно. Реально, те, кто этим всем занимается, сделайте какую-то реформу. Я не поверю, что во всем мире такое происходит, что люди заходят и потом им говорят, за тобой никто не должен бегать, все остальное. Эти контролеры мне говорят, так пойди, купи билет у водителя. Пойди билет, купи у водителя. Вот считайте, что вот это вот троллейбус, да? Вот это троллейбус. Как я могу пойти, если вот тут просто забито людьми? Как я могу туда пойти? Или передать деньги через этих пьяных людей неадекватных, которые просто себе их заберут? Я не буду этого делать. Да, я могу расплатиться. Например, у нас трамвай скоростной. Есть такой скоростной трамвай, он по прямой едет, он не пересекается ни с машинами, ни с кем, потому что он огражден такими заборчиками. Вот там, почему там придумали, что ты подходишь либо к отдельному кассиру, который продает билеты, либо у тебя есть пейпасом ты можешь оплатить. Просто я беру вот так вот телефон, нажимаю два раза и оплачиваю. Понимаете, просто оплачиваю. И прохожу себе, у меня есть подтверждение на телефоне, что я оплатил. Ну, извините меня, почему я тут должен просто нести урон? Вот, мне выписали квитанцию. Тут написано, место для компостера или гасения. Вот, какой у них компостер, видите, компостер у них, просто надорвали. Тут есть номер контролера, маршрут, по которому ехал, дата и все остальное. Кстати, условия тут написаны такие. Что? Я буду читать на украинском, кто поймет, тот поймет. Я сейчас еще буду параллельно переводить. При стягнении штрафа у контролера забовязаны и предъявиты пассажиру службового посвящения контролера. Они не предъявили мне это посвящение и начали втроем зажимать меня вот так вот и требовать. Одновременно говорили всю разную информацию, которая не соответствовала тому человеку, кто говорит. Один, второй, третий, они говорили все разное. Второй пункт. И тут написано, на русском говорю, что во время того, как штраф берут у тебя, тебе должны предъявить свое удостоверение контролер этот. Второй пункт. Безквитковый проезд пассажира, в том числе проезд без регистрации або компостирования проездного документа, а так само провезение без квитка дитини веком от 7 до 16 лет, в міськом транспорте тягнет за собой накладение штрафа в 20-кратном размере от вартости проезда стаття 135 КУПАП. То есть, имеется в виду, что если проезд 8 гривен в 20 раз, это 160 гривен, в принципе, как я и заплатил. Это что на русском тут имеется в виду? Что получается, если ребенку до 7 лет, ему можно бесплатно ехать, после 16 уже получается нельзя. Тоже непонятный пункт. Хорошо. Тут написано, что без регистрации, если не закомпосировал, все, тебе нельзя, и получается ехать и 20-кратный штраф. Окей, хорошо. Но, единственное, как мне было купить этот билет? Объясните мне кто-то, кто сталкивался с таким, что просто ты залезаешь в этот транспорт, просто еле пытаешься впихнуться. Бывает, что даже двери не закрывают, ты едешь, ты можешь просто выпасть, понимаете? Как с этим бороться, ребята? Кто на это может повлиять? У кого друзья какие-то, депутаты, президенты, пожалуйста, скажите им, пусть сделают реформу транспортную. Это же невозможно. Просто я вам реально покажу еще как-то видео, или в Инстаграме, или где. Просто посмотрите на эти транспорты. Это невозможно ездить, реально. Поехали дальше. Третий пункт. Здесь написано, что если кто-то будет неповиноваться этим контролером, то снимут три зарплата и что-то такое, 20% каких-то. В общем, это уже не важно. Но, был пацан со мной рядом сидел, который, так же у него не было билета, он начал им грубить, хамить. Я же говорил, давайте, я вам заплачу штраф, выписывайте. Нет, мы тебе ничего не дадим, ничего не выпишем, давай сюда деньги. Нагло, хамски начали разговаривать. Одна из женщин начала меня снимать на камеру. Если она где-то это выложит в интернет, пожалуйста, посмотрите, как я общался. Они уже переключились на меня, потому что увидели, что я согласен заплатить штраф. Я говорю, давайте вот на этой остановке выйдем. Мне как раз там нужно было выходить и отправлять посылки. Фух, я уже не могу, меня бомбит, извините за это. Фух. Дальше, дальше. Я говорю, а этот парень, он вам вообще грубил и хамил. Они такие, да, да, давай выходи. Он выходит, они говорят, а ты же у нас уже не первый раз, начинают его на камеру снимать. И он просто убегает, просто убегает, хамит ему и убегает. И теперь смотрим четвертый пункт. Злез на непокору законному распоряджению, або вымозе працевника от транспорта, который действует контроль за перевезение пассажиров, тягнуто с собой накладывание штрафов от 1 до 3 неоподаткованных минимум доходов граждан, або выправные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отрахованием 20% заработка. Почему они сделали ему от 1 до 2 исправных работ? Он просто убежал, никто за ним не кинулся. Я говорю, давайте будем разбираться. Они мне знаете, что говорят? А вы разбирайтесь, говорит, звоните вот на горячую линию Киев-Пастранс. Киев-Пастранс, пожалуйста, задумайтесь, какая горячая линия. Я звонил на эту горячую линию, на одну, на вторую. Не верите? Давайте, давайте я вам покажу. Вот, вот, смотрите, как они работают. Вот мой телефон, вот я, да, вот этот номер, набираем его. 0, 44, 254, 66, 84, 20, 27. Транспорт ходит, эти должны отвечать. Нажимаем вызов. Пожалуйста, давайте посмотрим. Вот, ребята, звоним им, давайте. Возьмут ли они трубку? Да, я, например, звонил и на этот номер, и на этот. Никто не брал трубку. Давайте посмотрим. Вот, гудок пошел. Давайте, если возьмут, я им просто скажу, что я об этом думаю. Пусть они мне ответят. Ой, гудочки идут, да? А трубочку мы не берем. Хм, интересно. Не занята линия, да? Не перезвонит никто. Я звонил туда уже несколько раз. Никто не берет трубочку, да, по этому номеру? Хм. А их рекомендация была позвонить, проконсультироваться, все, если меня что-то не устраивает. Я просто реально очень спешил. Я говорю, ребята, давайте я вам дам этот штраф, эти деньги. Давайте, дайте мне штраф только перед этим. И все, я побежал. Все, тук-тук-тук. Все, звоним, вот второй номер. 044-254-66-33. 044-254-66-33. Давайте послушаем. Вот, динамик. Кстати, пока мы звоним, кто не видел видео про наушники, я оставлю ссылочку вот тут. Подсказочку точнее. Посматривайте, ребята. Неплохое видео получилось, как по мне. Там рассказываю я про опыт использования своих этих AirPods. Сашке тоже, кстати, заказали AirPods, и скоро придут. Тоже гудочки, да, идут? Странно, странно. За доведками извертаться. Миста Киев, Казимира Малевича, и вот телефончик, да? Может, мне еще приехать и снять их, как они будут реагировать на это? Посмотрите, да? Не берут трубочку. Да-да-да-да-да-да-да-да. Просто не берут трубочку. Фу, совпадение, да, наверное? Вот вам, пожалуйста. Тук-тук-тук, да? Ой-ой-ой-ой-ой. И что мы будем теперь делать? 160 гривен я отдал, все. Их больше у меня нет. Дело не в деньгах, еще раз повторяю. Мне не жалко этих 160 гривен. Я вообще редко езжу на этом транспорте. Зачем на нем ездить, если это просто, просто какая-то жесть. Ребята, кто, например, утром ездил в метро? Как вам? Нравится, да? Кто, например, ездил на маршрутках в 6 часов, в 9 часов? Эти маршрутки ездят вообще не по графику, не почему. Все хамят вот эти вот водители. Ну, это просто жесть. Нет, не все. Конечно, не все. Есть исключения. Но это просто жесть. Я не знаю, что вам еще сказать. Пожалуйста, напишите в комментариях, у кого были подобные ситуации. Расскажите, какие у вас были ситуации, связанные с транспортом? Какие-то веселые приключения? Потому что у меня их просто миллион. Недавно у Саши, у меня ее просто вытянули в метро. Говорит, не особо даже, кстати, много людей было. Просто пацан стоял такой, нормальный, с виду пацан. Забрал у нее кошелек. И успел как-то вынять деньги. И выкинул ей под ноги. Да что с вами, люди? Что с вами? Объясните. Кстати. Моя Саша скоро будет ехать в Италию. И я попросил ее снять там видос. Давайте я просто попрошу у нее, чтобы она показала, как там люди пользуются транспортом. Сколько там людей в транспорте. Как там платить за эти все билеты, за проездные. И поймем разницу. И может вы, люди, кто за это отвечает, подумаете и примените это у нас. А не будете говорить, какие мы молодцы, мы все делаем хорошо. Как у нас хорошо, где хорошо. Вы хоть сами, те, кто этим всем отвечает. Вот кто за это отвечает у нас? Министры транспорта или кто? Вы хоть сами раз ездили на этом транспорте? Ну реально, ребят. Я не хочу ни в чей огород бросать камень. Но это просто невозможно. Я, наверное, повторил уже сто раз эту фразу. Ну, в общем, думайте. Фух. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ребята, еще раз прошу. Пишите в комментарии, кто с чем сталкивался в транспорте. У кого-то, может, есть какие-то свои предложения по этому поводу. Как это улучшить? Потому что это просто невозможно на этом транспорте. Невозможно ездить. Невозможно ездить. Повторяю это тысячу раз. Фух. Надеюсь, что у вас не будет таких подобных ситуаций. Не попадайте в них. А лучше ездите на такси или покупайте себе машины. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.